МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Становится все привлекательнее для жизни и бизнеса. По последним данным, прирост инвестиций составил 20%. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Одна из приоритетных сфер инвестирования – транспортная отрасль. В Москве принята программа развития транспортной инфраструктуры на ближайшие 9 лет. Масштабные планы требуют и немалых инвестиций – порядка 35 миллиардов долларов. Мы сегодня, делая проект с методокументацией, мы считаем, сколько стоит строительство, считаем, сколько может быть построено вокруг коммерческой недвижимости. И, сделав эти расчеты с блоком экономической политики, возможно, будем выставлять на аукцион. Но эта работа, она в стадии, она в начальной стадии проработки. Мы считаем, что таким образом можно построить линию на территорию Новой Москвы, от так называемой станции «Новаторов» до «Коммунарки». Считаем, что может быть частично Кожуховская линия от Некрасовки до третьего пересадочного контура быть построена. Но и вот пока две линии, которые мы начали прорабатывать. Мы в любом случае эту работу делаем, проектируем, считаем. А в зависимости от того, как будет финансовое состояние города, в зависимости от того, какие будут условия, безусловно, будем предлагать инвесторам, если такая экономическая возможность будет. Еще один аспект транспортной темы – платные переезды через железнодорожные пути. Для их строительства планируется привлекать не только государственные ресурсы. Мы посмотрели опыт в Калужской области. Есть хороший опыт, когда есть существующий переезд стандартный, а неподалеку построили платный. По-моему, 150 рублей переезд стоит. Относительно недорого стоит. И мы подумали, что если, учитывая, что у нас переездов их порядка 60 с учетом «Новой Москвы», если их сегодня там все строят за бюджетные деньги, то, конечно, бюджет денег столько не найдет. Поэтому мы вот сейчас первоочередные строим за бюджет, что безусловно, что нужно быстро строить, и с тем, что у нас будет интенсивность по железным дорогам увеличиваться. А в то же время я дал задание проработать возможность, просто нельзя ли вот не такие второстепенные переезды сделать с привлечением дополнительных инвестиций. Огромный резерв для строительства представляют собой московские промзоны. На территории 14 из них будет построено более 13 миллионов квадратных метров жилья. Я могу точно сказать, что проекты миллионами квадратных метров, сопоставимыми с нашими городами, вот с нашими коллегами, которые сегодня были на Урбанфоруме, да, это единичный проект. Москва на самом деле очень масштабно занимается строительством, очень масштабно. И доля доходов прямая и косвенная от этих инвестиций в бюджете города огромная. А эту стройку необходимо нам поддерживать для того, чтобы держать тот высокий уровень социальных обязательств, про которые я уже говорил. Вот поэтому у нас запас есть в промзонах, у нас, в принципе, есть относительно небольшие их, на раз-два перечет остался территория, не застроенная, не промзон, но прям Молжаниново. Молжаниново почти там 2000 гектаров, с хорошей транспортной доступностью. Поэтому, конечно, эту территорию надо развивать. Она стоит сейчас заброшена. Она не приносит ни налогов, она ни комфорта не имеет, эта территория. У нас есть такая территория сегодня, Нагатинский затон, где мы хотели бы построить детский парк развлечений. Мы будем на конкурс выставлять в ближайшие месяцы, уже готовится документация. У нас есть территория, территория Мневники потенциально, которая сегодня, к сожалению, просто в таком запущенном состоянии. Вот поэтому мы вот эти все большие территории, которые сегодня не используются городом, сейчас планируем в градостроительном развитии. Создание в городе рынка арендного жилья – стратегическая задача столичного правительства. В отличие от других мегаполисов, в Москве разрыв между объемом рынка жилья в собственности и арендованного жилья велика. Только за рубежом доля арендного жилья превышает долю жилья собственного. У нас пока наоборот. Но на то есть свои причины, считает вице-мэр. Одна из особенностей с тем, что в свое время была бесплатная приватизация, раз, а вторая все-таки, но где-то, наверное, не была на законодательном уровне механизма в развитии именно арендного жилья. Потому что оно было не так, может быть, важно в целом по России, как было важно для Москвы. Поэтому то, что эти поправки сейчас сделают, они, безусловно, очень необходимы. И мы надеемся, что рынок арендного жилья будет развиваться. Это еще имеет огромный фактор с точки зрения транспорта. Ведь если будет достойный уровень с точки зрения цены и качества предложения арендного жилья, люди, которые живут в одном микрорайоне, в одном конце города, не будут ездить на другой конец для работы. Они просто снимут там, где им нужно жилье, более удобно. В том числе, может, сдав даже свое. Поэтому создание этого цивилизованного рынка, оно прямо повлияет на мобильность и на транспорт. Поэтому еще здесь, вот в этом есть большой плюс. Сегодня московское правительство пересматривает стратегию развития города. Так было принято решение перейти к полицентрическому развитию столицы, обратить внимание на окраины. В результате тот поток инвестиций, который всегда был направлен на развитие центра, частично будет перенаправлен на новые территории.